Всем привет, друзья! Пока на Бэхе-семерке. Суббота. Там какие-то люди уже вдалеке стоят. Хлопцы, а куда вы еды-то? Нет еще. Возьмете меня? Да у меня же тоже черная машина. Да не надо домой едь, пацан. Нет у нас ничего. Тебе денег не дадите. Все, пока. Подписывайтесь на нас. Включили полный привод. Догоняем. Бородач сзади где-то по троещине звонил. Только что едет. Так что где-то через полчаса будет и он. А все где-то впереди уже. Очередь на заправке. Немножко задержали нас. Смотрите, шикарная сегодня танковая. Как-то они быстро уехали. Ты видишь кого-то? Пусть стеклоподъемник правый стоит у нас. Да, подналила водички. Ну что, да не в лагерь кушать поехали сразу? А где же люди? Нет, кто-то там вроде есть вдалеке или нет? Или то у меня галлюцинации. По сравнению с тем, что было летом, то сейчас хорошо. Все было высохшее в ноль. Тут вообще не было воды. Осень неплохая. Было тепло. Потом дожди пошли. И сейчас, в принципе, не холодно. Да, сейчас бы тут на Запорожце лупануть, да? Шикарно было. Ну вот кто-то ехал, смотри, следы есть. Все, починили тормоза. Спасибо Сане и Сане. Один до шести утра боролся. Суровый пришел утром, поставил только что колодки. За пять минут и мы поехали. Так, а вон и Рубилово уже. Центральная лужа. Первого участка уже вон на горизонте. Сейчас вы все увидите. Да, тут уже экшен чуть-чуть. Они меня не дождались. Ну, в принципе, мы почти не опоздали. Так, вижу там уже патрол. Сегодня серьезный состав участников. Огромный ассортимент автомобилей. УАЗов, как всегда, больше всех. Ну, смотрите, какая-то 105-ка, наверное. Шикарная просто. Патрули. Семидесятка. Гелик есть. Крис уже тонет. Тонет. Тонет, да. А, его лебедит Женя. В общем, тут все хорошо. Тонет, накопает. Думаю, до сих пор, что он от ответил. Если бы не копал, уже бы сам поехал. Это у тебя короткие патролы? Да. Короткий. Короткий 61-й. Новый? Да, от мне. Где-то 98-го года. Почти новый. Остальные по краю. Что там? Велосипедист пришел посмотреть на нас. Удивился. Да, тут такое место для зрителей основное. Всегда здесь, когда мы здесь. Особенно, когда нет листвы, все хорошо видно. Крис танком готовит трассу. Это Макс приехал уже. Кто спрашивал, где Макс. Дельфин нормально занырнул. Руки мокрые. У него всегда много одежды с собой, запасной. Сейчас мы попробуем. А что, он рыбу, думаешь, ищет? Не ездит, да? Ну, да. Да, он попал там, где зеленый сидел. Где Костя сидел на патруле В-8. И ушел. Нормально, воды побольше стало. Да. Это что-то ни о чем. Лужа для него. Так, мы проехали без напряга вообще. Говорю, Геленваген давай, поехали. Ну, что-то он поехал не в ту сторону. Мега УАЗу вообще не сложно. Так, Жека. На новых колесах очень уверенно себя чувствует. И вот вместе здесь сидел патрол. Нормальное мы тут движение сделали. Опа, вот и люди. Ха-ха, привет. Что, поехали? Погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Так. То ли танковая уже не та, то ли у всех машины хорошо готовые. То ли все объезжают. В общем, как-то легко пока. Крис это не сказал бы, наверное. Кто-то нас снимает. Кто это может быть? На две камеры сразу. Блин, это какой-то подписчик, наверное. Серьезный, да? Жесткий. Так, ну сейчас вторая часть будет. Я надеюсь, там будет повеселее. Сейчас мы еще стекло чуть улучшим. И сегодня без дождя хорошо все видно. Потому что когда дождь достаточно сложно. А вот какие-то люди тоже, наверное, подписчики едут, снимают. Сейчас мы заходим на второй участок. И заходим на второй участок. Да, загажено тут, видите, покрышки где-то и проволочку где-то мы тут мотанули. У Лени разобран самурай. Я его не вижу. Красивый УАЗ какой, да? Матовый, на сильверах и на полном фарше. Вот это прекрасное место. Тормоза есть. Диагоналка. У нас небольшие просчеты в конструкции. И из-за этого... Сейчас мы, да, справа объедем. Из-за этого колесо упирается в арку. У меня вот тут нормальное место. Яна нас снимает. Кадры с улицы будут. На холостых идем. Шикарный аппарат на Трепадорах. Судя по звуку, 4,2, наверное. Да, прекрасные места. Где-то тут лежит моя блокировка. Сейчас скажу вам где-то. Короче, где-то здесь. В одной из этих лук. Что ли, вот где... Восьмидесятка сейчас. Да, красивая машина. Там и стабилизатор желтенький. И надпись на стекле. Чтобы не перепутали ни с кем. Так, гелик там в передовом отряде УАЗ. О, сзади как красиво вообще. Смотри назад, Егорчик. Так, идем на обгон. Да, то ли с годами танковая не та, то ли машины все стали лучше подготовлены. Ну, когда есть вода, намного проще. Это уже подтверждается не первый раз. Мы сколько раз катались. Когда подсохшая такая консистенция бетона, тогда совсем другое дело. Так, Олежек починил. Починил машину там у него какая-то полоса поломок была, редуктора, что-то еще. Или только редуктора. О, на этом УАЗе сайт написан такой, как на моем сзади. Видишь? Это когда-то ребята на главе с Лехой делали мне на Троещине. Мой УАЗ. Так, а тут какой-то экшен началась. А, там Чирокес. Ох, как красиво он там исполняет. Сейчас мы гелик догоним. Вот и гелик перед нами. Да, залетело болото немножко на ноги. Хорошая яма там, да? Покрышек тут выброшенных. Паджеро-2, кстати, на 37-х колесах у Олега. На автомате. Синенький, который мы только что обогнали. А гелик на Тибусах. Пятилитровый В8. Серьезный автомобиль. И тут ему интересно, конечно, посмотреть его здесь, когда в бетон все превращается. Но с его клиренсом, я думаю, будет он ехать все равно. Было пару раз, что никто не ехал. Только он не мог, и я с трудом. Так, что там у кого-то проблемы. Хоть кто-то должен застрять сегодня. Это вообще что-то не то. Хорош. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...